Отныне в здании стационара Тверской областной больницы свободно пройти не получится. На входе установленной турникеты, рядом работает пункт выдачи пропусков. Напомним ранее, любой желающий мог беспрепятственно войти в медицинское учреждение. По словам главного врача больницы Сергея Козлова, введение такой системы в первую очередь ориентировано на безопасность пациентов и медперсонала. Считается, что областная больница это режимный объект. Здесь одномоментно находится порядка двух тысяч людей. Вот в этом нашем здании основном, девятиэтажном, это одних только больных за тысячу. Плюс еще сотрудники, родственники, студенты, тут находятся базы, академии. Поэтому мы к этому шли давно, но сейчас подтолкнуло усиление террористической активности в стране. То есть, чтобы ограничить доступ людей, которые праздно шатаются по больнице. Все сотрудники больницы имеют на руках электронный ключ, а для родственников больных выписываются специальные пропуска. Каждый пропуск регистрируется в журнале. Причем навестись в палате больного может не каждый. Все зависит от того, в каком состоянии находится пациент. Подняться в палату могут только посетители тяжелобольных. И только в установленные часы. В будни с 8 утра до 8 вечера, а в выходные и праздничные дни с 10 утра до 18.30. Они у нас находятся в списке. То есть, каждый день эти списки корректируются либо старшими строй, либо заведующим. И к этим тяжелым больным, конечно, доступ совершенно свободный. Выписывается временный пропуск. Остальные же пациенты больницы встретиться со своими близкими могут в специально отведенном для этого месте. Так называемом холле для посещений. Вход туда отдельный с торца здания. Здесь посещение больных предусмотрено с 11 утра до часу дня и с 4 до 6 вечера. Кстати, отныне и входом через приемное отделение посетители не смогут воспользоваться. Напомним, ранее после закрытия в 6 вечера дверей центрального вестибюля многие попадали в палаты именно через приемный покой. Теперь такой возможности нет. Охранник на посту выписывает пропуска только тем, кого привозят на госпитализацию. Кроме этого, имеется еще ряд особенностей, касающихся других категорий граждан, кому необходимо пройти в стационар. Например, тех, кому требуется консультация заведующих отделениями. Тех пациентов, которых надо проконсультировать, выделены часы приема в поликлинике. И заведующий отделением или доктор может пойти туда и принять пациентов, которые нуждаются в их помощи. Хотя не все посетители восприняли новшество должным образом, но, как отмечают сотрудники медучреждения, введение пропускной системы и усиление внутриобъектового режима благоприятно сказались на работе больницы в целом. Все-таки стационар не то место, где нужно и можно находиться посторонним. Когда мы ввели этот режим, то сами наши сотрудники сказали, что намного стало легче работать в плане того, что в отделении нет лишних людей, которых надо постоянно делать замечания, чтобы мы там, допустим, одежду сняли или бахилы одели. И стало легче работать. Конечно, улучшился санитарно-эпидемиологический наш режим. Ну, все, что новое вводится, конечно, это воспринимается в штыки. К этому надо привыкнуть. Елена Михайловна, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-пилот.